У большинства в голове при словосочетании армейская авиация сразу рисуется образ всего того, что окрашенный в камуфляжный цвет летает и несет на своем борту красную звезду. Будь то истребители, бомбардировщики или транспортные самолеты. Но на самом деле армейская авиация это только винтокрылые машины. И есть в нашей стране уникальное место, где собран весь парк отечественных военных вертолетов. Это центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации военно-воздушных сил России здесь, в Торжке. Здесь постоянно обобщается весь опыт использования военных вертолетов, на основе чего разрабатывают и отправляют в войска новые рекомендации по их применению. На предприятие производителя уходят пожелания по совершенствованию конструкции винтокрылых машин. Именно для этих целей и был создан в 1979 году 344-й центр, говорит герой Советского Союза Виталий Егорович Павлов, почти полтора десятилетия возглавлявший армейскую авиацию. Уже появились десятки полков, десятки эскадрильей, которые требовали улучшения кадров, лучше и более квалифицированней, чем выпускали наши два училища, Саратовское и Сызранское. И технические училища. Уже этого стало мало, потому что училища выпускают на одном-двух типах, и в том числе на учебных вертолетах. А здесь появились новые вертолеты, боевые, сверхтяжелые, сверхсовременные, которые нужно было готовить, на которых нужно было готовить летчиков именно в центре боевого применения. Центр боевого применения еще и нужен, потому что любой тип вертолетов, его испытывают заводские летчики, затем государственные испытания, но не специальные, не военные. А вот именно центр как раз и проводит войсковые испытания. Это комплекс стрельбы с пулемета, комплекс стрельбы с неуправляемым оружием, управляемым оружием. Вот это все показало о необходимости такого центра. У нас филиалы этого центра находятся и в горах на Северном Кавказе, а при событиях в Афганистане был создан как филиал, ну, это черчигский, где готовили только боевую горную подготовку. Афганская война особенно подтвердила правильность решения о создании центра боевой подготовки. Тогда здесь каждый год переучивали до 1300 человек. Летали в две смены, 4 дня в неделю. Естественно, постоянно обобщался и полученный боевой опыт. Сами торжокские офицеры и прапорщики также регулярно отправлялись в афганские командировки. Всего за рекой Пянш побывало 400 новоторов. 138 награждены орденами и медалями. При этом за всю войну потери среди экипажей из центра не было. Афганская война стала не единственной горячей точкой, где применялись наработки торжокского центра, где воевали его пилоты. Далее последовали Северный Кавказ и Югославия, Камбоджа и Ангола, Чад и другие африканские страны. Многие операции носили статус миротворческих. То есть наши вертолетчики летали под эгидой ООН. Но мало кто знает, что даже пилотируя белоснежные машины с аббревиатурой UN, нашим нередко приходилось применять оружие. Нельзя не отметить и участие летчиков торжокского центра по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где наши пилоты трудились с первых же дней. Виталий Павлов отмечает, что повсюду на высоте себя показали не только наши пилоты и техники, но и сами машины. А ведь летать приходилось в крайне тяжелых условиях экваториальной Африки или горного Афганистана. Только наши в основном на 100% техника и вертолеты соответствовали всем. Мы вертолеты с новой земли по самолете переправляли в Анголу, и они летали без дополнительных... Ну, меняли только лишь смазку. И все. Почему? А потому что надежность очень большая, и все об этом знают и преклоняются при этом. Даже американцы, работая в настоящее время в Афганистане, они закупают у нас вертолеты Ми-8, да, Ми-8, ну или Ми-17, и работают на наших вертолетах именно по транспортным и других задачам. И действительно, американцы уже не раз приобретали наши железные стрекозы. Для вооружаемой ими новой армии Афганистана. Да и во многих других странах мира, очень даже хорошим вертолетом США, Германии и других государств, заказчики предпочитают наши, российские. Секрет прост. Русские машины превосходят западные по очень важным для эксплуатации параметрам. По надежности и по обслуживанию наши, конечно, превосходят. Наши не так зависимы от места, где они базируются. Они могут высадиться где-то в лесу, на поляне, и силами экипажа, который там находится, подготовить к повторному вылету и взлетать. Так, иностранные вертолеты не все так могут. Им нужна дополнительная, ну, будем говорить, как бы, условия. Более вам приятная. Да, да, да. Все то, что летало-стреляло когда-то, или летает-стреляет, возит грузы по сей день, все это можно увидеть здесь, в музее под открытым небом. Без всякого преувеличения тут собрана уникальная коллекция винтокрылых машин. Причем, в отличие от обычных музеев, в этот попасть можно буквально один-два раза в год. Как-никак расположен он на территории военного объекта, причем далеко не рядового. Неудивительно, что когда 344-й центр распахивает ворота своего КПП, как, например, в этом году по случаю 35-летия садня создания, сюда устремляются толпы народа. Причем это не только горожане, но и жители других регионов. Всем хочется увидеть как новые современные машины, так и те, что писали историю нашей авиации. Вот он, Ми-1, дедушка отечественных вертолетов, созданный в конце 40-х. Их, естественно, он долгое время был единственной отечественной винтокрылой машиной и применялся повсюду, от сельского хозяйства до медицины. Ну и, конечно же, он активно применялся в ВВС. А это Ми-4. В 1953 году он стал первым военно-транспортным вертолетом в Советской Армии. Вмещал свыше полутора тысяч тонн груза или 12 десантников. Более 20 лет использовался странами Варшавского договора. А в народном хозяйстве СССР Ми-4 летал до конца 80-х годов. А это, пожалуй, самая длинноногий вертолет в мире Ми-10. Столь необычной конструкцией шасси он обязан своему главному предназначению. По сути, это летающий кран, привлекший в свое время внимание многих специалистов. Он экспортировался по всей планете и даже в Соединенные Штаты Америки. Вообще, основным, вполне нормальным для советской действительности предназначением этого вертолета была транспортировка крылатых и баллистических ракет. После того, как военные отказались от столь оригинальной перевозки ракет, конструкторы разработали его коротконогую модификацию Ми-10К, которая эксплуатируется до сих пор. Ми-26 и еще один транспортный вертолет, ставший известным по всей планете. Эта огромная машина, которую наши военные называют «корова», успешно используется во многих странах мира. На всю планету прогремела история, когда американцам, чтобы эвакуировать в Афганистане свой сбитый вертолет, пришлось вызывать на помощь именно нашу корову. Возле этой машины посетители обычно особо не задерживаются. Однако когда-нибудь вертолет Ми-8 станет, пожалуй, одним из самых главных экспонатов всех авиамузеев мира. Ми-8 один из вертолетов-долгожителей, ему уже полвека. Он может применяться повсюду, это воистину рабочая лошадка авиации, может и возить грузы, и людей, может уничтожать противника. Это самая популярная винтокрылая машина в мире и применяется во всех уголках нашей планеты. Всего за почти полвека произведено около 12 тысяч восьмерок всех модификаций. В каких-то изменениях носили сугубо внутренний характер, например, ставилась новая силовая установка. Последние модификации, например, Ми-8 МТВ, уже по многим пунктам отличаются от базовой версии. Это новая авионика, новое вооружение, новое оборудование. И по мощи двигателей, и все прочее. Винты, редуктора меняются, х-образные рулевые винты, которые позволяют уменьшить, ну не в несколько раз, но уменьшить шумы, лопасти цельнометаллические. Уже давно принято боевым машинам давать грозные прозвища черная акула, касатка, аллигатор. Однако когда-то первые прозвища вертолетов, они пришли, что называется, из народа. Например, Ми-24 уже лет 30 называют крокодилом. И действительно, если приглядеться, то его село и действительно напоминает грозного обитателя тропических водоемов. Ми-24 – это еще один вертолет, которому давно пора поставить памятник. Что, собственно говоря, в 344-м центре и сделали. Как и Ми-8, эта машина получилась настолько успешной, настолько неприхотливой в эксплуатации, что ее охотно закупают многие страны мира. От КНДР до Перу, от Польши до Восточного Тимора. Таков ареал обитания нашего русского винтокрылого крокодила, который, конечно же, и по сей день остается основным ударным вертолетом в российских ВВС. Сейчас успешно внедряется его самая современная модификация – Ми-35. Ми-35, хоть и является дальнейшим модификацией Ми-24, имеет ряд существенных отличий. Во-первых, конструктивно. На нем стоит новый несущий винт – автомат перекоса. Более эффективный рулевой винт, аналогично устанавливаемый на Ми-28. Гигтели более мощные – ВК-2500. Не убирающиеся шасси. Более короткое крыло в новой конфигурации. Все это вместе облегчает машину примерно на 200 кг и увеличивает тягу несущего винта, располагаемую тягу, которая делает вертолет гораздо более энерговооруженным. Бортовое оборудование вертолета также претерпело существенные изменения. Оно, во-первых, эргономически более выверено, имеет спутниковую навигационную систему, имеет оптико-электронную систему, позволяющую обнаруживать цели ночью и применять управляемое вооружение по ним. Существенным повышением боевой мощи также является установка передней полусферии подвижной пушечной установки СППУ-23 с 23-мм пушкой, которая позволяет эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели в широком депозоне углов боевого применения. Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения существенно повышены точностные характеристики за счет применения лазерного дальномера и бортовой цифровой вычислительных машин, которые позволяют вычислять все поправки, необходимые для точного поражения цели. В совокупности, боевой потенциал вертолета, при этом по сравнению с Ми-24В, с базовой манификацией, повышается в 1,8 в два раза. «Крокодил» самым лучшим образом зарекомендовал себя в многочисленных войнах, причем не только тогда, когда им управляли русские пилоты. Например, во время Ирано-Иракской войны Ми-24, пилотируемые иракскими летчиками, неоднократно выходили победителями в воздушных боях с американскими «Кобрами», состоявшими на вооружении ВВС Ирана. По некоторым данным, в ходе одного из боев наш «Крокодил» сбил даже истребитель. Иранский «Фантом» — небывалый случай в истории авиации. Неудивительно, что Ми-24 или его современная модификация Ми-35 по многим параметрам превосходит многие зарубежные ударные вертолеты. «На фоне зарубежных аналогов вертолет выглядит по некоторым позициям более выигрышным. За счет проверенной в боях во множестве вооруженных конфликтов конструкции вертолета, очень прочной, надежной, интеллективной в конструктивном отношении. За счет того, что установлено, в общем-то, самое современное приборное оборудование и систему управления вооружением. И если в совокупности критериев он не уступает лучшим зарубежным образцам, то по ряду позиций, например, боевая выживаемость, боевая живучесть, это вертолет гораздо выше, например, многих зарубежных аналогов. А ближайший его конкурент в сырье зарубежных, на ваш взгляд? Ближайший я бы назвал «Рой-Волк», «Юаровский Тагер», западно-германский. Ну, ряд вот таких вот. «Мангуста», пожалуй, они стоят в одном типоразмерном ряду, но, на наш взгляд, на наш взгляд, сочетание брони и такого мощного комплекса управляемого и неуправляемого вооружения в широком диапазоне применяемого, делает применение этого вертолета гораздо более эффективным. Ми-28Н и еще одна машина, которая вызывает огромный интерес у публики. Справедливости ради, новинка этот вертолет, получивший название «Ночной охотник», едва ли можно назвать. Разрабатывать его начали еще в Советском Союзе. Публики впервые показали еще в конце 80-х. Но понятно, что в 90-е довести эту машину до ума было нереально. Вот и получилось так, что подразделения нашей армейской авиации только сейчас насыщаются ночными охотниками. То же самое можно сказать и про КАТ-52 «Аллигатор». «Аллигатор». Вертолеты ОКБ Камова тоже, конечно же, есть и в музее, и на летном поле 344-го центра. Вообще, эти машины трудно спутать с какими-либо другими. Главное отличие от вертолетов «Миля», ну или «Ми», это двухвинтовая несущая система. Такими были Ка-25, с советских времен известные обывателям больше как милицейский вертолет. Такими являются Ка-27 и Ка-31. Ну и, конечно же, ставшие знаменитой в 90-е «Черная акула». И сквозь грохот в эфир прорывается хриплый и севший. Впервые в истории создавался ударный вертолет с уосным расположением винтов. Попросту говоря, с двумя винтами. Впервые он оборудовался еще и катапультом для спасения пилота. Лопасти при этом отстреливаются. Ка-50 несет мощное вооружение. Это и 30-миллиметровая пушка, и ракеты, и авиабомбы. Дальнейшим развитием Ка-50 стал Ка-52 или «Аллигатор». Здесь такая же хорошо защищенная кабина, такая же система катапультирования, такое же мощное вооружение. Вот только теперь тут два летчика. Пилот и штурман-оператор. Каждый при необходимости и управлять вертолетом может и вести огонь. Наличие второго члена экипажа позволяет воевать и по ночам, а кроме того управлять группами вертолетов, находясь в воздухе. То есть Ка-52 может быть командирской машиной. Кроме того, именно на базе «Аллигатора» разрабатывается корабельная версия таких вертолетов. Все эти машины в совершенстве освоены пилотами 344-го центра боевой подготовки армейской авиации. Неудивительно, что именно здесь впервые в мире была создана пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты». И это стало, пожалуй, что лучшим символом успехов как отечественного вертолетостроения, так и российской системы подготовки пилотов ВВС.